Хотел бы отметить и работу руководителей регионов, их управленческих команд. В субъектах федерации, где грамотно и ответственно подошли к делу, сконцентрировали ресурсы и усилия на решении проблем граждан, несмотря на все сложности, удалось получить действительно серьезные заметные результаты. Подчеркну, достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед. Только так можно ответить на запросы людей. Они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи. Уважаемые коллеги, в рамках реализации майских указов начато внедрение независимой оценки качества работы организации в социальной сфере. Подчеркну, независимая оценка нам нужна, разумеется, не для галочки. Это реальная возможность для людей влиять на процесс изменений в работе тех учреждений, которые наиболее важны в конкретной ежедневной практической жизни. Это больницы, поликлиники, учреждения образования и культуры. Речь идет о том, чтобы сами граждане не высказывали замечания качества обслуживания, в том числе людей с ограниченными возможностями по здоровью, материально-техническому оснащению учреждений и так далее, оценивая доброжелательность персонала в конце метров, а потом могли проверить, как учтены их предложения, какие решения приняты, что на практике, на деле реализуется. Поэтому полученные результаты не должны подшиваться, разумеется, в папку, ложиться под сукно. Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности. И, конечно, нам принципиально важно обеспечить подлинную независимость оценки. Сейчас еще, к сожалению, встречаются такие случаи, когда бюджетные организации устраивают так называемый «междусобойчик», опрашивают и оценивают сами себя, а потом получается, что у поликлиник, например, формально высокая оценка, а на деле там не к специалистам не попасть, да и вообще уровень обслуживания достаточно низкий.